Киев Баскет стал в зону, сыграл с нами как процент, дали нам открытые броски, мы и трехочковые, вроде бы и бросили 33%, но много было свободных бросков, и какие-то можно было еще забить, и плюс мы не могли зайти в краску, там два больших, мы не знали что делать, попробовали зацентрить, не получилось, попробовали зайти с прохода, тоже получили блокшот, и приходилось, сбились на броски, и в конце, уже не скажу, что потеряли концентрацию, в конце тоже, как бы, дали им бросить, но Ковалев и терротичник забили эти трешки, и, как бы, вот она и разница на табло. Насколько отразилась эта укороченная ротация в состоянии команды, как вам, как капитану, было ребят поддерживать, настраивать и удерживать в тонусе 200 команд? Ну, тут жаловаться грех, как бы, все в равных условиях, у Киева тоже уехало 4 человека, или 3, и, как бы, ну, приходится, так и играем, да, ребята, некоторые у нас, мало получали время, сейчас у них есть шанс проявить себя, в принципе, они себя проявляют, но немножко, немножко какой-то есть мандраж, немножко, даже если бы, когда они забивают, то потом какая-то ловят неуверенность, и чуть-чуть не хватает этой вот опыта, наверное, и от него идет... Тяжелая игра, из которой мы должны многому научиться, я, как тренер, должен учиться адаптироваться к нестандартным ситуациям, наши игроки, исполнители должны принимать правильные решения, и особенно наша молодежь должна учиться брать на себя больше, особенно в таких ситуациях, как мы сейчас оказались, да пусть игра станет таким плацдармом для... для нашей смелости, что ли, для тех игроков, которые вот всегда были... получил, отдал, или там, свободен, бросил, сейчас надо принимать решения, надо брать больше на себя, надо созревать в экстремально быстрых условиях, и уже нести ответственность за результат. Да, конечно, никаких упреков по желанию, по самоотдаче, по... ну, вот такому горению нету. Есть вопросы к тому, что, да, нас мало, и мы нолечко из быстрого прорыва забили, это, конечно, не наша игра, это тоже повлияло. Ну, есть, как есть, Киевбаскет с победой. Что положительно вы сегодня отметили было в действиях своих команд? Ну, наверное, вот этот опыт, который мы получим, посмотрев видео, разобрав наши ошибки, игроки должны почувствовать, нельзя по щелчке пальцев стать каким-то... тем, кто вносит изменения в игру. Ну, вот, постепенно, постепенно, мы, видите, мы все больше и больше времени у молодых, и новичок наш адаптируется. Это процесс, мы должны расти как команда. Скажу, было нелегко поначалу перестроиться так, играть как игрок, и быть там сидеть умный человек как тренер, это совсем разные вещи, ты вообще понимаешь, что надо выходить и давать какой-то результат. Признайся, нагоняя тренера получал за ошибки, за какие-то промашки? Да, было, только что. Тренер думал. Нифига, особо смешно, ты получишь еще. Как вообще оценишь эту игру, насколько тяжело было в нее входить, и насколько ребята поддерживали тебя? Поддержка была сумасшедшая, просто. Не ожидал, что так будет. Тяжело в плане того, что не было такой много игровой практики, да, так, 4 тренировки и сразу бой. Но я считаю, неплохо. Я, когда я был в Макабре, когда я стал главным тренером Макабре, через 3 недели мы поехали на выездную игру, у нас не было кого в тренировочном процессе сыграть в зону и защиту, зонное нападение, я сыграл. И тогда, когда оказывается, что команда, где я играл, выиграла игру, и я нападение забил из типа отбился, я сказал, что, ну, мой помощник тогда Макабре сказал, что команда из них завершения в полном, я не знаю, за что мне могут стать полной уже, потому что если тренеры играют лучше, чем профессиональные игроки, которые получают до пол дня, то команде проблемы точно. Алекс сделал, я не знаю, он, наверное, получил самый... Я не знаю, как было три года перед тем, как я был здесь, но, по-моему, самые громкие аплодисменты были у меня. Я никогда в жизни не сидел рядом с конференцией, с помощником своей команды, да. Одновременно, конечно, Алекс, как все хорошие люди, когда он становится игроком, он начинает тупеть. Две минуты между третьей, четвертой и четвертью объясняли, что делать, только одно действие, что он должен сделать. Он понял, да, побежал и сделал абсолютно неправильно все. Так что он сейчас опять больше игрок, чем тренер. И я рад за него, что он реально дал отдыха вот эти суммы 11 минут. Я планировал 12 минут почти. Я планировал его выпускать где-то до 10, но так как он смотрелся, он не испортил картину и реально дал помочь отдохнуть и Майку, и эти минуты. Потому что я думаю, они оба скончались бы и все играли, да, типа, 5 минут больше каждый, да. И в такой ситуации я не завидую ни одного тренера. То, что у нас, то, что в Запорожье, да. Здесь все будет, ну, наверное, надо сказать, все будет играть в пользу у кого больше опыт, уверенность, физическая подготовка и, конечно, удача. Да, но мне понравилось. Мы полностью новую защиту использовали сегодня, не видели. Я думаю, никто еще в Украине не играл одновременно. Два партия почти 2.20 на поле одновременно. И как ни парадоксально, мы проиграли подбор, но суммы не выиграли. Это значит, что было правильное решение. Но, конечно, это не нормальная ситуация по другой стороне. И дай бог все как бы быстрее навалилось. Насчет игры, насчет Запорожья, там было все ясно с самого начала, из кого исходят все эти опасности. Опять, что-то сработало у нас, что-то не работало. Нападение, какая-то часть игры, это же ни один элемент игры, да. Сейчас самое главное, что мы выиграли. Мы выиграли, мы сидим сейчас в третьем месте. Не хочу сказать стабильно, да, хочется побольше. И следующий соперник, как вы знаете, нас прометает. Будем ждать и терпением этой игры. Субтитры сделал DimaTorzok